Библейский портал экзегет.ру представляет Корпус, в 12-й он заканчивается. И есть такие маленькие истории, две рассказанные про жизнь Даниила, вот и примеры его мудрости, примеры того, как он в одном случае 13-я глава установил правосудие между людьми, и в другом случае 14-я он установил правильное почитание Бога, по крайней мере, отверг неправильное. Но это своего рода приложения, они не очень вписываются в контексте книги, вот у нас 12-я глава очень хорошо завершается пророчеством, высокое пророчество Даниилу о том, что ему надлежит в какой-то момент восстать из мертвых, и все будет у него хорошо, но и тут вдруг какие-то мелкие детали, но они поучительны, да, то есть на самом деле в жизни нет мелкого и великого. Итак, в Вавилоне жил муж по имени Аким, и взял он жену по имени Сусанну, дочь Хилки очень красивой и богобоязненную. Родители были праведны и научили дочь свою закону Моисея, вот все, евреи, соответственно. И Аким был очень богат, и был у него сад близ дома, и вы сходили с ним иудеи, потому что он был почтеннейший из них. Вот жизнь иудеев в Вавилоне, в Вавилонский плен, мы говорим, но, знаете, это не ГУЛАГ, не Освенцам. Они живут, конечно, в изгнании, но в том числе там есть возможность жить хорошо, только это не на родине, вот в чем проблема. И были поставлены два старца из народа судьями в том суду, о котором Господь сказал, что беззаконие вышло из Вавилона от старейшин судей, которые казались управляющим народом. Они постоянно бывали в доме Акима, и к ним приходили все, имевшие спорные дела. Вот правосудие, да, осуществляется такое традиционное, все понятно. Когда народ уходил около полудня, Сусанна выходила в сад своего мужа для прогулки. Видели ее оба старейшины, всякий день приходящую и прогуливающуюся, и в них родилась похоть к ней. Извратили ум свой, уклонили глаза свои, чтобы не смотреть на небо и не вспоминать о праведных судах. А ведь сами судьи, да, оба были изгнаны похотью к ней, но не открывали друг другу боли свои, потому что стыдились объявить о вожделении своем, что хотели совокупиться с ней. И они сторожили прилежно каждый день, чтобы видеть ее, и говорили друг другу, пойдем домой, потому что час обеда, и выйдя расходились друг от друга. И, возвратившись, приходили на то же самое место, и, когда допытывались друг у друга о причине того, признались похоти своей, и тогда вместе назначили время, когда могли бы найти ее одну. Вот у людей интернета не было, сейчас в нем гораздо проще найти себе сотоварищей по вкусу. Да, вот интересно, зачем эти подробности, что они там друг от друга таились, час обеда настал, то есть они стыдились, да, вот общий порог сближает. И было, когда они выжидали удобного дня, Сусанна вошла, как вчера и третьего дня, с двумя только служанками, захотела мыться в саду, потому что было жарко. Это же частное пространство, да, то есть она там может принять ванну. И не было там никого, кроме двух старейшин, которые спрятались и сторожили ее. И сказала она служанкам, принесите мне масло и мыло, и заприте двери сада, чтобы мне помыться. Они так и сделали, как она сказала, запрели двери сада, вышли боковыми дверями, чтобы принести то, что приказано было им, и не видели старейшин, потому что они спрятались. И вот когда служанки вышли, встали оба старейшины и прибежали к ней и сказали, вот двери сада заперты, никто нас не видит, и мы имеем похотение к тебе, поэтому согласись с нами и побудь с нами. Если же не так, то мы будем свидетельствовать против тебя, что с тобой был юноша, и ты поэтому отослала от себя служанок твоих. Ну, понятно, да, они же судьи, поэтому они разбираются в законе. По закону прелюбодеяния наказываются смертью, это очень серьезный закон, да, то есть по закону Моисея преступления против личности караются смертью, прелюбодеяния преступления против личности. Преступления против мыши, что караются штрафом. Они поняли, как ее подловить. Тогда застонала Сусанна и сказала, тесно мне отовсюду, ибо если я сделаю, то смерть мне, а если не сделаю, то не избегну от рук ваших. Лучше для меня не делать этого и впасть в руки ваши, нежели согрешить пред Господом. То есть, понятно, что уступить их требованиям, значит, согрешить перед Богом, а не уступить, значит, ну, не исполнить их повеление. Сусанна делает правильный выбор, что Господь может каким-то образом ее защитить. Закричала Сусанна громким голосом, закричали также оба старейшины против нее, и один побежал и отворил двери сада. Когда же находившиеся в доме услышали крик в саду, вскочили боковыми дверями, чтобы видеть, что случилось с ней, и когда старейшины сказали слова своей слуги, ее чрезвычайно были пристыжены, потому что никогда ничего такого о Сусанне говорено не было. И было на другой день, когда собрался народ к Акиму, мужу ее, пришли оба старейшины, полные беззаконного умысла против Сусанны, чтобы предать ее смерти. И сказали они преднародным, пошлите за Сусанну и дочерью Хилкия с женой Акима, и послали. И пришла она, и родители ее, и дети ее, все родственники ее. Сусанна была очень нежная, красиво лицом, и эти беззаконники приказали открыть ее лицо, так как оно было закрыто, ну, как на современном арабском Востоке, красота женщины, в общем, это дело ее и мужа. Открыть лицо ведь так, как оно было закрыто, чтобы насытиться красотой ее. Родственники же и все, которые смотрели на нее, плакали. А оба старейшины, встав посреди народа, положили руки на голову ее. Она же в слезах смотрела на небо, и в сердце ее уповало на Господа. И сказали старейшины, когда мы ходили по саду одни, вошла эта с двумя служанками, затворила двери сада и отослала служанок. И пришел к ней юноша, который скрывался там и лег с нее. Мы, находясь в углу сада и, видя такое беззаконие, побежали на них и увидели их с выкупляющимися. И того не могли удержать, потому что он был сильнее нас, и, отворив дверь, выскочил. Но эту мы схватили и допрашивали, кто был этот юноша, но она не хотела объявить нам, об этом мы свидетельствуем. И поверила им собрание, как старейшинам народа и судьям, и осудила ее на смерть. Ну, вот тут время, конечно, вмешаться Данилу. Видите, сразу другой стиль, чем остальная часть книги, она такая мистическая, таинственная, видение. А здесь, ну, история, роман такой, да, но и в романах проявляется божественная мудрость и все остальное. Возопила Сусанна громким голосом и сказала, Боже вечный, ведающий сокровенно и знающий все прежде бытия его. Вот тоже и богословие пошло, не просто знающий все, но прежде бытия. То есть ты знаешь помыслы человеков Божьих, ты знаешь, прежде чем она состоится. Ты знаешь, что они ложно, свидетельствовали против меня. Вот я умираю, не сделав ничего, что эти люди злостно выдумали на меня. И услышал Господь голос ее, и когда она везена была на смерть, возбудил дух святой молодого юноши. Дух молодого юноши по имени Даниила. Вот он еще юноша. Видите, это история из его раннего такого вот времени, когда еще никто не знает, что он великий пророк, он там мучится в Вавилоне, потом будет представлен царю, но он уже таков. И он закричал громким голосом, чист я открою ее. Тогда обратился к нему весь народ и сказал, что это за слово, которое ты сказал? Тогда он, став посреди них, сказал, так ли вы неразумны, сына Израиля, что не исследовав и не узнав истины, осудили дочь Израиля? Возвратитесь в суд, и бы эти ложным против нее засвидетельствовали. То, честно, весь народ возвратился. Да, надо же. Он подобрал какое-то такое слово, если бы он там стал кричать невиновно и так далее. Наверное, никто бы не послушал. Но решили бы, она ему нравится. Может, родственница его. Поэтому он пытается ее оправдать. А он говорит, чист я против крови ее. То есть, эти люди все-таки серьезно относились к закону. Они поняли, что этот человек говорит, вы убийцы. Вы ведете ее убивать, когда она не виновата. Я с вами не сообщник в этом деле. Ага, что там такое? Давай-ка нам расскажи. Тутчас весь народ возвратился и сказали ему, старейшины, садись посреди нас и объяви нам, потому что Бог дал тебе старейшинство. О! Все-таки при всех этих событиях эти люди готовы воспринять юношу как голос Божий. Да кто он такой? Заткнись вообще, сопливый. Мы тут старики, все решили. Нет. Оказывается, вот в 13 главе Даниила израильтяне так не мыслят. И сказал им Даниил, отделите их друг от друга подальше. Я допрошу их. Понятно, хороший способ, допрос свидетелей. То, чего они не сделали. Когда же они отделены были один от другого, призвал одного из них и сказал ему, состарившиеся в злых днях, ныне обнаружились грехи твои, которые ты делал прежде, производя суды неправедные, осуждая невинных и оправдывая виновных. Тогда, как Господь говорит, невинного и правого не умрешляя. А к чему он это? Какая разница, что там было раньше? А вот книга Даниила видит человека целиком. И если, смотрите, если двое судей сговорились, подловили ее еще, грозят ей смертью, когда ее ведут на смерть, они даже не пытаются ее спасти и сказать там, ну, ладно, мы, может, не разобрались, может, не было этого на самом деле. Значит, так он себя вел раньше. То есть, с человеком редко такие перемены вдруг происходят. Итак, если ты сию видел, скажи, под каким деревом видел ты их разговаривающими друг с другом? Он сказал, под Мастиковым. Даниил сказал, точно солгал ты на свою голову, ибо вот ангел Божий, приняв решение от Бога, рассечет тебя пополам. Удалив его, он приказал привезти другого и сказал ему, племя Ханаана, а не Иуда. То есть, ты происходишь не от иудеев, а от местных жителей. Красота прелестила тебя, и похоть развратила сердце твое. Так поступали вы с дочерями Израиля, они из страха имели общение с вами. То есть, тоже, наверное, они к этому привыкли, да? Начальник, который, грубо говоря, имеет всех женщин, находящихся от него в служебной зависимости. Разве это такая редкость? Если они на нее смотрят, вот, если они, собственно говоря, посягнули на жену человека, в доме которого они собираются, да, то уж, наверное, до сих пор они пользовались своим положением в обществе, чтобы и с другими женщинами найти такую же возможность. Так поступали вы с дочерями Израиля, они из страха имели общение с вами. Но дочь Иуда не потерпела беззаконие вашего. Ну, Израиль и Иуда здесь практически одно и то же, потому что, в общем, это уже колено Иудеи. Есть и другие, но их мало. Мало осталось людей. Итак, скажи мне, под каким деревом ты застал их разговаривающей между собой? Он сказал, под зеленым дубом. Даниил сказал ему, точно, солгал ты на свою голову, и ангел Божий с мечом ждет, чтобы растить тебя пополам, чтобы истребить вас. Тогда все собрание закричало громким голосом, облагословили Бога, спасающего, надеющихся на него. Ну, простейший прием, да, допрос свидетелей по отдельности, сопоставление их показаний. Они не сходятся. И заодно мы обращаем внимание, что достоверны те показания, которые сходятся в деталях, но в важных деталях, да, нельзя было упустить дерево, под которым они стояли. А какие-нибудь подробности, какая там птичка на ветвях дерева сидела, могли и не заметить. Благословили Бога, спасающего, надеющихся на него и восстали на обоих старейшин, потому что Даниил их устами обличил их, что они ложно свидетельствовали. И поступили с ними так, как они зло умыслили против ближнего, по закону Моисееву, и умертвили их. И спасена была в тот день кровь невинная. Опять-таки, по Моисееву закону, если человек ложно обвиняет другого, то он подлежит наказанию, которое полагалось бы за ложное обвинение. В прелюбодеянии смертная казнь, обвинение, ложное обвинение в прелюбодеянии тоже смертная казнь. Жесткий закон, но такое ощущение, что работало. Хилки и жена его прославили Бога за дочь свою Сусанну с Суакимом, мужем ее, и со всеми родственниками, потому что не найдено было в ней постыдного дела. И Даниил стал велик перед народом с того дня и потом. Мелкая деталь, но, еще раз говорю, в жизни народа, в жизни людей не бывает мелких деталей перед Богом, мелких деталей нет. А в 14 главе будет как раз о великом истории. Продолжение следует...